всем привет друзья в этом видео мы сделаем перебор монет 25 копеек я покажу вам редкие монеты редкие находки на международном аукционе виолити каждый день продается более 6000 предметов коллекционирования в прошлом выпуске я показывал вам монету 2 г а м которая сейчас стоит порядка до 700 гривен ее редкую разновидность посмотрите обязательно этот ролик ссылочка будет в описании также вот мне приехала посылочка это заготовка под 25 копеек реально вот так вот на других заготовках печатались монеты и собственно такая хорошая новость у меня вот такой вот пакет 100 гривен по 25 копеек были вот они запакованы еще в августе что она в каком-то супер бумажном хлипеньком пакетики ну ничего будем будем искать какие-то редкие разновидности какие-то редкие редкие монеты я думаю что то что то мы точно найдем она запакована была я не знаю сколько-то банк запаковывает обычным обычным степлером без каких-то либо клеем без каких-либо наклеек возможно так сам банк запаковывал сложно мне сказать и вот тут целая целая жменька вот таких вот монет 25 копеечных сейчас будем с вами вместе перебирать смотреть на редкие разновидности и собственно наполнять свою коллекцию а вот 1 2 копейки 5 копеек уже с октября они у нас перестают ходить в обороте так что успейте себе отложить ваши монетки я буду по чуть-чуть себе насыпать вот так вот для перебору и в первую очередь я буду откладывать те которые мне кажется с какими-то разновидностями и и по годам в принципе тоже буду откладывать то что в степельном блеске в хорошем состоянии я буду их откладывать в отдельную сторону в принципе в принципе разновидности заметны почти все сразу конечно 2 г.м. довольно дорогая там конечно нужно смотреть вот но есть много много разновидностей 25 копеек визуально конечно можно их отличать особенно из тех которые у нас старые также 25 копеек 95 года является у нас редкими довольно хорошая за них цена у меня не в коллекции есть 96 я бы тоже откладывал потому что их мало не так много но потихонечку можно можно тоже откладывать а могут попадаться еще какие-либо повороты то есть я бы просматривал потому что действительно бывает такое смещение на какой-то какой-то градус кстати ведь ему можем посмотреть эти отростки у нас есть значит это не редкая монетка к сожалению достигать и копеечные 92 года я может тоже все-таки откладывать для статистики посмотреть сколько монет из 100 гривен будет 92 именно года вот какая-то смотрите вот у нас 94 года тоже мы отложим то есть в отдельной статистике крупный гурт для статистики сколько было и других других годов состояние вы знаете как-то не очень вот эти монеты которые чеканились у нас на банкнот на монетном дворе видите есть маленькая такая вот указание что-то чеканилась в киеве в чё-то качество мне их вообще не не очень нравится если сравнивать с теми монетами которые были начеканены еще в далекие в 90-е годы то эти монеты к сожалению по качеству сильно уступают до не тоже 2 год второй обычный штамп 12 блестящая гляньте какая прям можно отложить ее себе как раз погодовку она ничего не стоит стоит ровно свой номинал еще до 94 но мы их будем с черт отдельно откладывать смотреть сколько из 100 гривен попалась блестящая когда-нибудь занимались перебором монет расскажите был у вас опыт такой вот именно пересмотра монет который вот вы берете себе пачечку и пересматривать напишите в комментариях то ним такое делал же я в пирасу делают с 25 копеечными монетами бывало пересматривал именно гривны бумажные гривны ссылочка есть в описании на целую пачку мы по номерам смотрели потом я их разыгрывал гляньте пострадала девяносто четвертого года какая продолжаем перебирать в принципе как состояние не очень вот смотрите первое девяносто шестого года попалась мне на самом деле девяносто шестой год нравится и гривны и 50 копеечные монетки обязательно запишу видео на эту тему первое девяносто шестого года монета попалась конечно вместе с кем-то веселей просматривать монетки но я решил в первый вот такой вот опыт именно для инструктора тоже отложу для общего для подсчета сколько их было конечно же когда просматриваешь сам можно более более внимательные смотреть именно на штампа не отвлекаться на разговоры вот так ну что уже мне кажется половину пачки я пересмотрел пока пока мисс чего-то такого супер интересного я не увидел кроме стандартных там девяносто шестой девяносто четвертый год какие-то вот девяносто четвертый первая какая-то разновидность очень похожа вот давайте посмотрим что это у нас похоже на бублики но нет это не бублики это не бублики но очень похоже так будем откладывать конечно бублики попадались мне просто собор с оборота скажем так это вполне реально вполне возможно да чтобы они попались вот я думаю статистика говорит о том что их довольно много в обороте может быть вот довольно крупный ягод но это не это не это не в облике то сейчас еще будем засыпать вот сколько мне еще осталось так вот он уже должно быть что-то что-нибудь если что я удивлен что почему такой хлипкий пакет гляньте он прямо разваливается на глазах то есть как можно в таких пакетах вообще что-то транспортировать или каким-то образом монеты передвигать потому что но он просто разваливается на глазах ну что ж будем по чуть-чуть дальше высыпать смотреть что у нас дальше есть давайте смотреть о ну вот вот смотрите супер то что я пить и проговорил вот это я имел ввиду бублики видите какие ягоды с отверстиями я немножко как-то визуально этих перепутал потому что большие ягоды тут нет нет этих отверстий видите дырочек а здесь есть и я думаю этот штамп может стоить я дальше покажу какой штамп на переборе гляньте какие прям супер супер толстый у нас тонкий трезубец здесь они могут быть нескольких вариантах вот я не помню точно как у нас тонкий сколько стоит но супер уже какая-то находочка уже можно отложить как раз к монетам туда 90 6 идет 4 вот такая вот думаю несколько гривен она может стоить супер вообще я очень рад так может еще тут есть вы видите можно путать как раз тут видишь видите нету отверстие на этих ягодах 94 так смотрите но одни бублики у нас уже есть такие немножко грязненько и вот попалась еще одна монетка тоже 25 копеек тоже бублики можем их сравнить между собой у меня есть в альбоме в холдерах я покажу его по разновидностям гляньте средний зуб три зубца и вообще сам по себе размер три зубца два варианта у меня есть коллекции 2 немножко как бы как бы почищен конечно же есть какая-то ржавчина небольшая на ней может если сполоснуть и там мылом я не знаю я не люблю мыть такие монеты потому что можно ее так на полировать что она будет супер блестеть здесь стороны го реально довольно чистая ржавчины не так видно как с этой стороны вот это такая довольно грязненькая ну я думаю уже уже есть что положить в коллекцию у меня как раз такие разновидности надо посмотреть с толстым с толстым средним трезубцем какие по стоимости сейчас проходы были на виолете эти какой гурт супер уже уже все уже окупилась мне эта пачка мне кажется я занятом доплатил небольшой бонус чтобы мне дали именно эти 25 копеек именно эту запакованную пачку вот ну супер уже уже с класс я доволен вот плюс соберу получается погодовку себе 25 копеечных по годам постараюсь выбрать в самом лучшем состоянии и как раз и как раз какие там какие-то монетки уйдут в коллекцию или их помою как-то с ними разберусь так что у вас это у нас обычные 25 копеек будем высыпать смотреть вот все что осталось смотрите все пустая коробочка так это все что осталось для сегодняшнего перебором ну может что-то еще конечно хотелось бы себе найти 12 можно тоже положить ее себе альбом кто перебирает ребят напишите как это у вас происходит если перебираете 14 гляньте вообще почти не видно монета такая с такой таким плохим чеканом некачественно сделанный монет 24 еще одну общую статистику пойдет ну что дальше 13 ну по ходу всего друзья будем разбирать то что получилось то что то что нашлось но тоже неплохо так ну что вот такая у нас вот такие наши 100 гривен я сейчас посчитаю сколько у нас каких было монеточек и скажу вам из 100 гривен получилось найти вот 14 монеток у нас 92 года 96 96 всего 2 монетки 92 года у нас этого штампа довольно много кстати для общей статистики я думаю будет полезно таких у нас 33 монетки появилась и появилась и две монеты которые у меня на самом деле есть в коллекции но это бублики приятно получить я думаю грин по 6 по 10 могут быть такие монеты но понятное дело что их сложно купить потому что люди не хотят переплачивать за доставку то есть покупаешь монету за 6 гривен их должен заплатить за доставку например на 25 гривен это невыгодно у меня в коллекции есть две таких монетки с бубликами вот эти покажу вам вот такого друзья перебор получился ну что ж как только в этом видео наберется 100 лайков я покажу вам более детально обзор на 25 копеек с бубликами какие с разновидности и какие продажи на аукционах так что ставьте лайк и всем пока пока